Всем привет! Сегодня мы решаем уравнение, которое было на реальном экзамене в 2023 году. Итак, оно логарифмическое. В принципе, оно простейшее, потому что... Так, то есть сразу понимаем, что мы будем раскрывать его как простейшее, то есть скобочки равно 3 в четвертой степени. Ну, давайте. Получается пункт А. И у нас будет корень из двух косинус с углом π на 2 минус х плюс синус 2х плюс 81 равно 3 в четвертой степени. По определению логарифма. Так, что теперь? Один шаг за одно действие. Я вот, например, вижу формулу приведения. π на 2, значит, головой киваем вверх-вниз, косинус меняем на синус и определяем знак. π на 2 минус х, это вот первая четверть, значит, во-первых, будет синус, во-вторых, косинус первой четверти положительный, значит, знак не поменяется. Корень из двух синус х плюс синус двойного угла можно расписать, как 2 синус х косинус х плюс 81 равно 3 в четвертой, это 81. 81 сокращается, синус х можно вынести за скобки. Получается синус х будет корень из двух плюс 2 косинус х равно 0. Произведение равно 0, когда один из множителей равен 0. То есть синус х равен 0, х равен πk, и куда-нибудь сразу пишем каплинг для GZ. И косинус х равен минус корень из двух на 2, потому что минус переносим и делим на 2. Минус корень из двух на 2, значит, косинус равен, Значит, х равен плюс минус 3π на 4 плюс 2πk. Никаких ограничений у нас нет. Эти три корня и есть ответ для пункта А. Теперь давайте разберемся с пунктом В. С пунктом В. Я предлагаю воспользоваться двойным неравенством. Итак, рассмотрим сначала х равно πk. πk у нас должно быть от π до 5π пополам. Сначала делим все на π, это будет 1k, ну и 5 пополам, это 2,5. И сразу понимаем, что k может быть равно 1, и k может быть равно 2. Значит, у нас будет π и 2π. Эти корни мы запишем в ответ в пункте В. Теперь давайте рассмотрим х равно 3π на 4 плюс 2πk. Тогда у нас 3π на 4 плюс 2πk должно быть больше либо равно π и меньше либо равно 5π на 2. Поделим все на π, это 1, 3 четвертых плюс 2k, 5 вторых. Итак, вычитаем из каждой части 3 четвертых. 1 минус 3 четвертых, 2k, 5 вторых минус 3 четвертых. Здесь все легко будет 1 четвертая, 2k. А здесь надо привести к общему знаменателю. Здесь минус 3 будет 7 четвертых. И делим на 2. Это будет 1 восьмая, k и 7 восьмых. Мы можем понять, что между 1 восьмой и 7 восьмой и между числами 1 восьмая и 7 восьмых нет целых. Значит, k здесь не принадлежит множеству z. И, 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 давайте рассмотрим третий корень. x равен минус 3π на 4 плюс 2πk. То же самое. Минус 3π на 4 плюс 2πk должно быть между π и 5π пополам. Делим все на π. Это будет 1 минус 3 четвертых плюс 2k, 5 вторых. А сейчас уже 3 четвертых прибавляем к каждой части. То есть будет 1 целая. Это будет 7 четвертых. 2k прибавляем, да. 10 плюс 3, 13 четвертых. И делим на 2. Это будет 7 восьмых, k, 13 восьмых. 13 восьмых. Это 1 целая с чем-то. Значит, здесь k равно 1. Значит, это будет минус 3π на 4 плюс 2π. Приводим к общему. Это будет 8 минус 3. Это будет 5π на 4. Как пишем ответ? Ответ пишем ниже всех записей. Сначала пункт А. То есть x равен πk. x равен плюс минус 3π на 4 плюс 2πk. И пункт В у нас ответ будет π, 2π и 5π на 4. Делитесь с друзьями. Видите, что уравнение не сложное. Это было действительно на экзамене в 2023 году. Ну, все. Мы исправились за 5 минут, 6 минут. Всем удачи, всем пока.